Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать основные понятия объектно-ориентированного программирования. Сегодня мы поговорим о методах класса. Как мы помним, метод – это функция или процедура, принадлежащая какому-то классу или объекту. На прошлом уроке мы начали рассматривать пример с классом Product. Мы определили класс Product с полями ProductName, CategoryName и Price. Мы также определили два объекта этого класса – FirstProduct и SecondProduct. Но функциональность класса по-прежнему находится за его пределами. Функция PrintProduct, которая по сути распечатывает все поля класса, это первый претендент на метод класса. Следующий претендент – это функция CalculatePriceWithWat, которая распечатывает цену нашего продукта с налогом. Мы уже упоминали тему инкапсуляции. Одна из задач методов класса – это предоставить интерфейс, при помощи которого осуществляется доступ к данным объекта некоторого класса, тем самым обеспечивая инкапсуляцию данных. То, что мы объявили поля нашего класса с уровнем доступа Public, не является верным с точки зрения инкапсуляции, а значит и объектно-ориентированного программирования. Почему это неверно, мы еще посмотрим в дальнейшем. А пока давайте просто дадим нашему классу его методы. Как и в случае с полями, мы начинаем с уровня доступа. Мы рассмотрели два – Private и Public – закрытый и открытый. Методы, которые мы хотим использовать, извне должны быть естественно Public. Далее следует тип возвращаемых данных и имя функции. Естественно, что теперь имя не должно быть PrintProduct, потому что мы и так находимся внутри соответствующего класса. Наша функция находится внутри объекта и поэтому и так знает его поля. Поэтому она ничего не должна получать, в отличие от внешней функции, которую мы написали на прошлом уроке. Забудем ее как страшный сон. Теперь вместо своих аргументов, функция должна распечатать поля своего класса. Это на та самая связь данных и функциональности, о которой мы так мечтали. Функция данного объекта всегда будет относиться лишь к свойствам данного объекта. Обратите внимание, что уровни доступа наших полей по-прежнему Public. С каждым новым методом класса мы будем приближаться к цели – превратить их в Private. Никто вне класса не должен иметь к ним доступ. Давайте теперь посмотрим, как вызывается метод класса. У нас объявлено два объекта класса Product и для каждого мы вызываем функцию PrintProduct. Причем мы могли ошибиться, делая CopyPaste и дать случайно не те данные. Теперь этого не случится. Мы пишем имя объект, оператор точка и имя метода. Функция выведет то, чем мы наполнили наш объект FirstProduct. Apple из рода Fruits по цене 4,5 рубля за кило. То же самое мы делаем и для нашего второго объекта – SecondProduct. В нашем чудном программном мире бананы лишь в полтора раза дороже яблок. Давайте укрепим наше понимание при помощи дебаггера. Поставим Breakpoint на вызове метода класса. Запускаем. Мы можем увидеть, как наш объект выглядит в памяти программы. Можем увидеть значение.